Дорогие братья и сестры, дорогие прихожане и друзья нашего прихода, Христос Воскресе! От всей души поздравляем вас с этим светлым праздником, желаем помощи Божией в добрых делах, здоровья, сил, духовной жизни, в делах житейских. Наш храм, освященный в честь преподобного Сергия Радонежского, в этом году отмечает юбилей, 175 лет со дня основания. Конечно же, много было в истории нашего храма, были и славные моменты. Как мы знаем, местные жители очень любили этот храм, и при поддержке благотворителей и благодарю усердию прихожан этот храм был увеличен, было пристроено два предела в честь апостолов Петра и Павла, в честь покрова Божьей Матери. То есть, объемы храма даже, они сами говорят о том, что местные жители очень любили Бога, почитали и любили этот храм. Были и страницы печальные в истории нашего храма, когда в советское время храм был закрыт, долгое время стоял без богослужений. Молитвенная жизнь здесь как бы приостановилась, и до середины XX века здесь не было служб, а потом, в хрущевские времена, храм был полностью разорен. Иконостас, которым славился этот храм, он был полностью разрушен. Мы даже не можем представить, насколько он был велик, насколько он был красив, но остались лишь немногие фрагменты иконостаса и некоторые иконы, которые говорят о том, что он был весьма и весьма богат, и работа мастеров была весьма искусной. Вот, конечно же, храм наш славился и своим благовестным колоколом. По рассказам старожилов, по воспоминаниям прихожан, даже тех, кто его нет сегодня уже с нами, колокол поднимали с огромным трудом. Сама история его достатки, этого колокола, тоже достойна особого внимания. Вот, что на лошадях его привозили сюда, тянули через реки, на бревнах перекатывали. Огромные усилия были предприняты для того, чтобы благовестный колокол водрузить на колокольню нашего храма. Вот также рассказывают о том, что колокол был настолько велик, что было необходимо даже разобрать часть кирпичной кладки. Вот представьте, какую любовь, какую усердие, какую заботу проявляли наши предки о храме преподобного Сергия. Нынешний год ознаменован памятью преподобного Сергия Радонежского. В этом году исполняется 700 лет со дня его рождения. Поистине, это великий святой. И для меня, как для настоятеля этого храма, и для братьев храма весьма радостно, что именно преподобный Сергий является нашим небесным покровителем. Мы, конечно же, возносим молитву преподобному, игумену земли русской, молимся ему о его предстательстве за нас, недостойных. Но кроме нашей молитвы мы приносим ему другие дары. Это и забота о нашем храме, благоукрашение храма. В этом году мы уже заказали иконостас для центрального предела, освященного в честь преподобного Сергия. И также в память об этом событии, в память юбилея преподобного Сергия, в память о его 700-летии со дня рождения, наш приход заказал два колокола. Один колокол, благовестный колокол, он великий колокол, конечно. И в память об этом мы хотели начертать на нем письменно, о том, что именно в этот год тщанием боголюбивых прихожан устроен сей колокол, установлен на колокольне для такого приношения преподобному Сергию. Вот некоторые люди, наверное, недооценивают значение колокола в церковной, богослужебной жизни. Для верующего человека колокол это, с одной стороны, молитва Богу, потому что каждый из нас, когда слышит звон церковных колоколов, вспоминает о Боге. Чем бы ты ни занимался, каким бы трудом ты ни был занят, увлечен, звон церковных колоколов, призывающих к службе, все равно напоминает нам о том, что есть жизнь за пределами нашей земной жизни. Если человек трудится в огороде и слышит колокола, он перекрестится и вспомнит о Боге. Если трудится в офисе и слышит, опять же, звон колоколов, зовущих к службе, опять же вспомнит о том, что не только земная наша жизнь является нашей единственной жизнью. Кроме того, церковные колокола это такая бессловесная проповедь Слова Божия. Обычно на колоколах пишутся различные стихи из псалмов или церковных песнопений. Вот как мы знаем, пророк Давид по вдохновению Духа Святого произнес такие слова «Благовествуй земле, радость, велию, хвалите небеса Божию славу». И вот церковные колокола это как раз свидетельство о Божьей славе. Все, что мы делаем для храма, все, что мы делаем друг для друга даже, мы делаем не для похвалы, для того, чтобы о нас сказали «Вот, какой был человек замечательный, хороший, но все, что мы делаем для Бога и для наших ближних, мы делаем ради Божьей славы». В Евангелии Господь говорит «Та, куда просветится свет ваш предчеловеки, якогда видит ваши добрые дела и прославит Отца вашего и же есть на небесе». Вот все наши дела для храма, скажем, и для наших ближних это есть свидетельство о славе Божьей. Вот поэтому хотелось бы всех вас поблагодарить, дорогие братья и сестры, за вашу любовь к храму преподобного Сергия, Вселенного Сергия, за вашу заботу. Поверьте, никакой труд не останется незамеченным для Бога. Вот и я, как настоятель, конечно же, всех благодарю. Не только тех людей, которые имеют возможность помочь, ну, финансово для нашего храма, помочь, приобрести что-то значительное или выполнить какую-то работу реставрационную, но даже тех прихожан, чей труд как бы не заметен. Какого труда стоит убирать храм перед каждой службой или после служб? и какого труда стоит растопить наш храм, поскольку топим и углем. Вот сколько труда полагают преподаватели воскресной школы для того, чтобы донести нашим детям донести истинной христианской веры, любовь Божию привить. Вот сколько труда, который не столь, может быть, такой явный, не столь заметный, но который настолько важен и который настолько просто неоценим. Поэтому всех вас, дорогие друзья, благодарю. Вот помните, в Евангелии есть такой эпизод, когда две лепты вдовицы Господь вменил ей как в огромное приношение. Вот поэтому никто из нас пусть не думает, что я могу сделать, а что я могу сделать для храма, что могут сделать мои несколько рублей, или что моя молитва, какую она силу имеет. Но, конечно же, братья и сестры, мы должны знать, что молитва каждого из нас, хоть и немощная, неумелая, может быть, но в совокупности молитва каждого из нас превращается в такой мощный вопль к Богу, и Господь внемлет ему. Где двое или трое собраны во имя Мои, говорит Господь, там и я посреди них. Поэтому, давайте, дорогие друзья, не будем пренебрегать возможностью молиться за наш приход, за нашу братью, молиться о том, чтобы храм наш восстанавливался, чтобы храм наш благоукрашался не только сам по себе, но вместе с этим, чтобы восстанавливались и благоукрашались храмы наших душ. Вот поэтому всех вас, дорогие братья и сестры, благодарю и прошу, конечно же, помощи, посильной помощи для того, чтобы вместе нам приобрести колокол, небольшой колокол и колокол благовесный, и чтобы совместными усилиями благоустроить наш храм приобретением иконостаса пока в центральный предел, поскольку именно он освящен в честь нашего небесного покровителя, преподобного Сергия. Я молюсь о том, чтобы Господь даровал всем тем, кто любит наш приход, всем прихожанам и всем тем, кого нету с нами, чтобы Господь даровал вам милость, даровал силы, даровал радость о воскресении своем. Пусть Господь благословит вас на всякое дело благое. Христос воскресе! Христос Продолжение следует...